Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Для людей, желающих знать не только температуру и влажность воздуха за окном, производители разработали широкий ассортимент приборов для прогнозирования погоды. При этом непрерывно развивающиеся технологии представляют потребителю не только эргономику и комфорт. Наряду с этим производители повышают дальность действия радиодатчиков и стремятся к экономичности их энергопотребления. В нашем обзоре мы расскажем Вам об одном из представителей таких метеоприборов, а именно о станции модели ВС-1600 от компании «Ля Кросс». Станция поставляется в большой красочной коробке-чемоданчике, которая имеет ручку для переноски. Комплект поставки упакован внутри в блистерную коробку. Комплектация станции включает в себя базовый блок, радиодатчик температуры и влажности, радиодатчик ветра, радиодатчик осадков с защитной решеткой, кронштейн крепления, а также небольшой комплект крепежных приспособлений. Датчик температуры и влажности приспособлен для установки на вертикальной поверхности и комплектуется защитным кожухом. На лицевой панели под кожухом датчика находятся разъемы подключения анимометра и датчика осадков. Датчик осадков следует располагать на ровной горизонтальной поверхности. Конструкция корпуса датчика предусматривает решетку, которая препятствует его засорению. Естественно, такой датчик может измерять только количество жидких осадков, выпавших в виде дождя. Длина соединительного кабеля датчика составляет 10 метров. Датчик ветра состоит из флюгера, анимометра и крепежного кронштейна, который позволит установить датчик как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности, а также укрепить на мачте. Длина соединительного кабеля датчика также составляет 10 метров. Корпуса датчиков и крепежные кронштейны выполнены из качественного серого пластика. Перед включением метеостанции в работу сначала соберите и запустите все внешние датчики для проверки их работы вблизи базового блока. В беспроводном датчике температуры и влажности применена технология Instant Transmission. Благодаря ей достигается возможность удаления датчиков от базового блока до 100 метров. К сожалению, базовый блок позволяет подключить только комплект датчиков, входящий в поставку. Взглянув на базовый блок, сразу видим его современный дизайн и очень удобные кнопки управления на лицевой стороне. У вас есть возможность поместить его на любой вертикальной поверхности вашего дома. Также базовый блок можно установить горизонтально при помощи одного из двух комплектов стоечек. Теперь обратим внимание на большой экран, состоящий из пяти рабочих областей и рассмотрим их от первой к пятой сверху вниз. Нужно заметить, что экран, к сожалению, не имеет подсветки. Первая секция предоставляет информацию о текущем времени, дни недели и дате. Кроме этого здесь отображаются индикаторы будильника и разряда батарей. Автоматическая синхронизация времени с мировым эталоном в данной модели не предусмотрена. Кроме установки будильника, звуковой сигнал в станции может быть настроен вами также для оповещения об определенных погодных условиях, таких как температура, давление, влажность, ветер, дождь и т.д. Вторая секция содержит компас, указывающий на одно из шестнадцати направлений ветра. В центральной части компаса есть индикатор скорости ветра по шкале Бофорта. В нижней части секции содержится информация о температуре охлаждения ветром, а также его скорости, измеряемой в километрах в час, милях в час и в метрах в секунду. Третья секция представляет информацию о температуре и влажности. Точки рассы, измеряемых внешним термогидродатчиком, вы можете настроить представление температуры в градусах Цельсия либо Фаренгейта. Влажность измеряется в процентах. Диапазон измерений наружной температуры составляет от минус сорока до плюс шестидесяти градусов по Цельсию. Диапазон измерения влажности снаружи помещения составляет от нуля до девяносто девяти процентов. Четвертая секция предоставляет информацию о текущем давлении, а также количестве выпавших осадков. Атмосферное давление измеряется станцией в милибарах, гектопаскалях, миллиметрах и дюймах ртутного столба, а влажность в миллиметрах и дюймах. В самой нижней пятой секции содержится гистограмма изменения давления за последние двенадцать часов с интервалом в три часа. Кроме этого здесь находится зона символа прогнозирования, которая указывает на такие погодные условия как ясно, переменная облачность, дождь. Станция фиксирует минимальные и максимальные значения температуры, влажности, скорости ветра и количество осадков с регистрацией их по времени и дате. С помощью кнопки History можно посмотреть до двухсот полных комплектов зафиксированных погодных данных. Эргономика и компоновка информации на экране очень комфортно и разборчиво. Размеры большого экрана с возможностью подстройки контраста позволят вам всегда отчетливо видеть показатели даже под большими углами обзора. Для управления станцией имеются функциональные кнопки, которые органично вписываются на правой стороне лицевой панели. Их всего 5, и они большие и весьма удобные. Питание станции WS-1600 и датчиков унифицировано и производится от батарей либо аккумуляторов типа размера AA. На задней стороне базового блока имеется отсек для батарей питания, который предусматривает установку трех питающих элементов. Питание же абсолютно всех внешних датчиков производится всего от термогидродатчика. Его отсек вмещает в себя два питающих элемента. В комплект поставки входят пять щелочных батарей питания. При использовании качественных элементов их срок службы будет достигать от восемнадцати месяцев и до двух лет. Таким образом, рассмотрев нашу метеостанцию, можем сделать для себя некоторые выводы. Сразу отмечу, что базовый блок имеет отличную эргономику, а большой экран и крупные символы позволяет легко различать информацию под разными углами обзора. Но следует отметить, что экран не имеет подсветки и посмотреть, который час в сумеречное время, не включая свет в помещении, будет весьма затруднительно. К положительным моментам следует отнести большую дальность действия выносных датчиков, их экономичность в электропитании. Однако, возможно, будет несколько неудобным, что датчики осадков ветра зависят от термогидродатчика за счет проводов, но думаю, длина проводов десять метров для каждого из них позволит решить все возникшие вопросы. Обобщая спектр измеряемых параметров, можно сказать, что станция направлена в первую очередь на формирование прогноза погоды за окном, а не на определение комфортности микроклимата в помещении. Разрешить последнюю задачу можно с помощью установки алертов, которые настраиваются на граничные условия. И в завершении можно сказать, что станция вполне оправдывает свое предназначение и стоимость в пределах непрофессионального использования в повседневной жизни. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!